Привет, коллеги, в эфире BlondieCode, и сегодня я расскажу вам, как заменить одного игрового персонажа другим и использовать для него существующие анимации. В Unreal Engine такая операция называется Retargeting. Я покажу на примере стандартные тимплейты от третьего лица, как заменить манекен на персонаж из бесплатных ассетов с Marketplace под названием Infinity Blade Warriors. Добавляем ассеты в свой проект, и если у вас их нет, то сначала добавьте их в свою библиотеку. После того, как эти модели будут импортированы в проект, появится папка под названием Infinity Blade Warriors. Можно посмотреть им в лицо на демо-сцене и выбрать того, на который хотим заменить манекен. Мне нравится этот парень по имени Cardboard. Я его запомнила. Теперь находим их скелет. Очевидно, он у них общий и, скорее всего, совпадает с любым гуманоидом в Unreal Engine. Открываем его в редакторе, и нам понадобится вкладка Retarget Manager. Если у вас она не открыта, то найти ее можно в верхнем меню. В секции Setup Rig выбираем тип рига Humanoid и сохраняем наш скелет. То же самое нужно проделать и со скелетом манекена на тестовой сцене. Проще всего его найти на самой сцене, он там стоял по дефолту, но я его удалила, так что поищу World Settings. Но, оказывается, у нас не стоял гейммод и персонаж по умолчанию, так что исправим это. Чтобы найти скелет, я открою Setuperson Character в редакторе, найду его Mesh и отправлюсь в папку, где лежит Skeletal Mesh. И там же обычно лежит Skeleton, тот самый скелет, который мы определим как гуманоидный. Опять открываем Retarget Manager, выбираем тип рига Humanoid и сохраняемся. Теперь у нас есть два гуманоидных скелета, которые могут обмениваться между собой анимациями. Теперь находим Animation Blueprint нашего манекена. Там написаны базовые анимации, состояние покоя, бег и прыжки. И нам нужен точно такой же Blueprint для нового персонажа. Жмем правой кнопкой мыши на Set и выбираем Retarget, Танем Blueprint, Duplicate, Танем Blueprint, Send, Retarget. И в открывшемся окне выбираем цель – скелет воина. Жмем на кнопку Retarget и все готово. У нас появилась копия Animation Blueprint и всех анимаций, которые были описаны в State Machine. Можем сделать для них папку Animation с папки с ассетами воинов и немного навести порядок в проекте. Теперь у нас есть два идентичных Blueprint, описывающих анимации персонажа. И новый герой будет повторять все движения за старым. Но если посмотреть список анимаций, то у манекена их на одну больше. Дело в том, что анимация Jump End, чем бы она ни была, не использовалась в Animation Blueprint. Что же делать, если эта анимация нужна новому персонажу? Выбираем ее в списке, жмем правой кнопкой мыши и находим меню Create Copy for another Skeleton. Теперь в окне выбираем тот скелет, к которому будет применена анимация. Жмем на Retarget и нужная анимация будет доступна новому персонажу. Так можно переносить любые анимации со скелета на скелет при условии, что кости у них одинаковые. Анимация появится в папке Content, откуда ее нужно перетащить в свою папку с анимациями и использовать как вам захочется. Осталось создать новый Blueprint для персонажа. Я скопирую ThirdPersonCharacter и назову его ThirdPersonCharacterCustom и назначу его в качестве дефолтного на уровне в окне World Settings. Теперь во веборте персонажа выбираем его Mesh и в свойствах Skeletal Mesh находим нужный персонаж. Я выбрала Cardboard, потому что он настоящий анонимус. И в качестве аним-класс найдем Blueprint с анимациями для его скелета. Если вдруг вы, как и я, не дали ему нормальное название, то просто проверьте, какой Blueprint поставит его в нужную позу. На том и остановитесь. Готово! Сохраняемся и тестируем нашего славного воина в бою. Все анимации на месте, а скучный манекен превратился в веселого парня с коробкой на голове. Надеюсь, видео было полезным и вы поставите ему лайк и поделитесь ссылкой с коллегами. Благодарю за внимание. Приятного вам программирования!